Эфир нашего телеканала продолжает информационная программа «Автограф дня». Добрый вечер. Я, Алексей Шемякин, и мои коллеги готовы рассказать о наиболее интересных событиях понедельника 13 августа и минувших выходных. Добрый вечер. В Киеве побывал круизный лайнер «Севен Сиес Вояджер» на борту 490 иностранцев. Что они говорят о столице Поморья? Быстрее, выше, сильнее. Не нами сказано, но нами сделано. В минувшие выходные Архангельск стал одной общей площадкой спорта. Но в начале сегодня около 15 часов. Посетители и сотрудники торгово-развлекательного комплекса «Титан-Арена» были экстренно эвакуированы. Людей попросили покинуть здание. Причиной по неподтвержденной информации стало сообщение неизвестного о заложенной бомбе. Также сообщалось, что по голосу предполагаемый телефонный террорист был пьян. Произошла эвакуация. Посредственно по громкой связи попросили покинуть помещение и посетителей и сотрудников торгового центра эвакуироваться на улицу. Представители полиции и экстренных служб пока не дают никаких официальных комментариев. До 10 сентября региональному министерству АПК и торговли подготовить план действий по борьбе с борщевиком. Такое поручение дал губернатор области Игорь Орлов на еженедельной планерке сегодня. На его заросли пожаловались главе региона жители сразу нескольких районов. Кроме того, растение очень опасно. Оно вызывает раздражение и ожоги на коже. Просто вот лес. А это угроза людям. И я знаю, что проводится целый комплекс работ, в том числе на федеральном уровне, связанных с поиском решения этой проблемы для страны в целом. Но нам нужно быть здесь в тонусе. Надо обязательно людям рассказать, какие у нас планы. Прокомментировал Игорь Орлов и появление медведя в центре Архангельска. Напомню, Косолапый посетил столицу Поморья 10 августа. Он напал на одного из жителей, в результате чего был застрелен сотрудниками ГИБДД. Глава региона назвал такие меры недопустимыми. При всей угрозе жизни людям мы поступили как звери. Убить медведя в центре города – это просто недопустимо. Мы должны сейчас научиться этому противостоять. Я знаю, что происходит и с волками в деревнях. Но представляете, все сейчас обсуждают, как медведя убили. Кому удовольствует от этого? Я прошу соответствующий комплекс мер выработать и руководствоваться больше ним, чем желанием размахивать огнестрельным оружием. По словам Игоря Орлова, такие ситуации могут повторяться во многих муниципальных образованиях области. Поэтому необходимо отработать технологию действий в подобных ситуациях. Продолжаем выпуск. Более 1% россиян страдают ожирением. Это порядка полтора миллиона человек. Количество людей с таким диагнозом стремительно растет, в том числе и на севере. К примеру, в Нинецком округе за 2017-й на учет поставили 536 человек, тогда как годом раньше таким был всего один. Так почему люди все активнее набирают вес и как с ним бороться, выяснила Олеся Кокина. Эти брюки Алена не носит уже 4 года, но хранит как напоминание о том, что весила 130 килограммов. Во время депрессии свой лишний вес девушка просто наела. Однако нашла в себе силы для перемен. Первые 30 килограмм я скинула за 3 месяца. Это очень много, так нельзя. Я в прямом смысле сдулась. И потом уже я начала худеть по 2-3 килограмма в месяц. Получается, к мае 2015 года я похудела на 42 килограмма. Алена не обращалась к врачу или диетологу, как и большая часть людей с избыточным весом. Поэтому точной статистики заболеваемости ожирением нет. Зачастую на прием в городской эндокринологический центр тучные граждане приходят уже не только с лишними килограммами. Ожирение, оно не только косметические дефекты и внешний вид. Оно тянет за собой пучок других проблем. Проблемы с суставами, это проблемы с артериальной гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Множество заболеваний, связанных с ожирением. Причина набора веса в образе жизни, несистемное питание, отсутствие физической нагрузки, борьба со стрессом через поедание вкусненького, к примеру, фастфуда. Они просто не едят достаточно, либо едят слишком много. То есть вот эти частые наши, когда позавтракать нет времени, на обед что-то, что получится, а ужин огромный, большой, расслабленный, вот в этом проблема и есть. Секрет правильного питания в балансе белков, жиров и углеводов и в режиме употребления пищи. Нужен и спорт, причем одна беговая дорожка от лишних килограммов не избавит. Для эффективного жиросжигания нужна комбинация тренировок. Анаэробная нагрузка будет давать нам, соответственно, развитие силы, скажем так, аэробная больше будет ассоциирована с развитием такого физического качества, как выносливость. Во время аэробной нагрузки мы прямо во время самой тренировки низкой интенсивности утилизуем свободные жирные кислоты, собственно, что и приводит к жиросжиганию. Однако главная рекомендация, если вас беспокоят лишние килограммы, прямой путь к специалисту, чтобы правильно выработать безопасную и эффективную тактику снижения веса. Олеся Кокина, Ольга Красулина, Регион 29. Сегодня в Октябрьском суде Архангельска был вынесен приговор под так называемому рекламному делу. На скамье подсудимых депутат городской думы Константин Яковлев и экс-советник главы областной столицы Иван Кузнецов. По версии следствия, подсудимые собирали деньги с предпринимателей, работающих в сфере наружной рекламы под предлогом лоббирования их интересов. Подсудимые обещали продвигать скорейшее принятие областного закона, который позволил бы получать рекламные площади не на 10 лет вместо 5. Суд признал Яковлева и Кузнецова виновными и назначил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом 200 тысяч рублей каждому. Четвертый Всероссийский чемпионат лесоруб 21 века по результатам экспертного отбора включен в топ-200 лучших событийных проектов России. В этом году на соискание статуса национальной события года было подано 1600 заявок из 74 регионов. Конкурс составил 8 проектов на место и Устьянскому лесорубу удалось стать лидером. Борьба на чемпионате, как всегда, стала жаркой. В итоге в командном зачете абсолютный лидер Устьянская лесопромышленная компания. Кстати, уже второй год подряд. За три состязательных дня чемпионат привлек более 2000 участников и гостей. По бороться за пальму первенства приехали свыше пяти десятков команд из 12 лесных регионов России, а также сборные Финляндии, Швеции и Норвегии. Последнюю страну представляли три хрупкие девушки. Мне очень нравится бросать себе вызов в первую очередь. И изначально, мне кажется, что это очень интересная профессия, чем можно заниматься в жизни. Номинации пять. Жесткая борьба развернулась среди операторов-гидроманипуляторов. Оказалось, эта техника способна не только собирать и разбирать срубы, а на ней можно играть в городке. Чувствуешь себя, как будто на тебя никого нет, как будто в делянке работаешь. Как будто ты один тренируешься. Когда приводишь себя в такое чувство, тогда только ты можешь справиться с нервами. Организаторы чемпионата приготовили для победителей солидные призы. Внедорожники, квадроциклы и снегоходы. У лидеров разница в один-два балла. То есть это говорит о том, что участники показывают достаточно высокие результаты. Ну, наверное, навыки, опыт. Удача. Удача, везение. Удача влияет. И мастерство. Сегодня Устьянский лесоруб – это одна из самых удобных площадок и для бизнес-общения. На высшем уровне идет выработка решений для улучшения качества лесозаготовок и лесовосстановления в нашем регионе. Мы являемся законодательным лесных традиций уже веками. Не годами, не десятилетиями, а веками. И то, что мы должны нарабатывать самое современное решение в этой области, предлагать в рамках дискуссионных площадок не только, скажем так, правильный разговор и создание норм, но и искать практические решения. Это тоже очень важно. Это замечательно, что есть такое событие. И площадка Архангельской области, она, безусловно, стала не только территорией, где рассматриваются вопросы, связанные с заготовкой леса. Мы только что закончили круглый стол по лесовосстановлению, по воспроизводству лесов. Это вторая важнейшая часть, важнейшая составляющая лесного хозяйства. Все вместе это дает многократный эффект, благодаря чему чемпионат лесоруб 21 века уже получил звание масштабного форума. Анна Рязанова, Алексей Вачек, регион 29, Устьянский район. Через пару минут рекламы мы продолжим, советуем далеко не уходить. Быть на связи с миром участникам и гостям четвертого Всероссийского чемпионата лесоруб 21 века помогал Сенсат. Это новая российская марка скоростного спутникового интернета для дома и офиса. Главный девиз Сенсат – наша территория начинается там, где заканчивается классическая связь. Его свободно можно установить на дачном участке, в загородном доме и получить услуги интернета. Ну, например, это социальные сети, электронная почта. А также при необходимости можно обеспечить видеонаблюдение. Для Архангельской области с большим количеством удаленных и труднодоступных территорий предложение крайне актуальное. Компания «РТКОМ» объявляет о старте продаж и подключении высокоскоростного спутникового интернета под торговой маркой «Сенсат» на территории Архангельской области. Каждый потребитель может выбрать для себя удобный вариант сотрудничества. Тарифная линейка «Сенсат» многообразна. Минимальный тариф от 670 рублей. Есть и крупные пакетные предложения. Подключить высокоскоростной спутниковый интернет просто. Необходимо оставить заявку на сайте, уточнить параметры связи и произвести монтаж. Для этого достаточно несколько болтов. Их надо крутить туда, куда надо и собрать необходимое оборудование. После чего воспользоваться мобильным приложением, чтобы это оборудование правильно навести. Владелец торговой марки «Сенсат» федеральный оператор спутниковой связи «РТКОМ» делает связь доступной в любой точке страны. Стопроцентная дочка Ростелекома работает со всеми сегментами рынка. У него уже более 10 тысяч спутниковых каналов. Отсюда и разнообразный выбор тарифных предложений. Кстати, оборудование для подключения высокоскоростного интернета можно не только купить, но и взять в аренду. Огромный выбор шуб от «Зимней сказки». Скидка на норку 50%. Архангельск. С 14 по 19 августа. Выставочный зал Союза художников. Это «Автограф дня». Мы продолжаем. Спасибо. Это слово чаще других звучало сегодня на еженедельной планерке главы города. Благодарности Игоря Годзиша тем, кто причастен к появлению в нашем городе Рябиновой аллеи. Деньги были выделены по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Памятное место у стадиона «Динамо» появилось прошлой осенью. Тогда более ста молодых деревьев были высажены руками ветеранов боевых действий и матерей погибших воинов. С вами этот проект начинали в прошлом году. Он стал очень знаковым для города. И все, что происходит сегодня на Рябиновой аллее, так или иначе, находит свое отражение и в разговорах людей, и в социальных сетях. Поэтому еще раз хочу поблагодарить всех тех, кто участвовал в свое время в этом проекте. Когда будут свистеть деревья, когда каждый год мы проходим мимо по тропиночкам, мы помним этих ребят. И вот живая память, она воплощение того, чтобы сделали совместно законодательно исполнительную власть. В этом году, в День воздушно-десантных войск, 2 августа на Рябиновой аллее появились таблички в память о воинах-земляках, погибших в локальных конфликтах. В Солдатский быт, космодром и принятие присяги. Вот чем запомнится это лето 180 ребятам из здоровительного лагеря «Лесная поляна» в Мирном. Там завершилась одна из семи профильных смен, которая прошла под девизом «Я – юная армия». Несколько недель мальчишки и девчонки со всей области познавали азы армейской службы. Множество мастер-классов, занятий по военной подготовке, но главное – посещение космодрома Плесецк. На будущее, конечно, хочется вот прямо уже вырасти и более качественно проводить смены юно-армейских и военно-патриотического профиля. И, может, каких-то таких уже более узких направлений. Здесь вот у нас космодром, поэтому, может, как-то ближе именно к космодрому. 164 человека были приняты в ряды юной армии. Это стало самым масштабным посвящением в Архангельской области за год. Восхищало, насколько они осознанно, насколько они с интересом относились к клятве. Действительно, сейчас для них это новый этап в жизни. Юно-армейское лето на этом не заканчивается. Следующий набор стартует уже завтра в Холмогорском районе в лагере «Северный Артек». 204 в длину, 353 каюты, 490 пассажиров. В Архангельске побывал круизный лайнер «Севен Сиз Вояджер». Большая часть туристов – американцы, но есть и немцы, англичане, австралийцы. Архангельск иностранных гостей приятно удивил. Я очень впечатлен круизом. Нам понравилась сама идея приехать в Россию, посмотреть, что здесь происходит. И я очень впечатлен, особенно этим городом. Он очень чистый по сравнению с Мурманском. Здесь идеально чистый порт. Туристы посетили Малые Карелы, Музеи Зо, Чумбаровку. Иностранцам важна каждая деталь столицы по морю. Им очень интересно вообще все, в принципе, как мы живем, как мы выживаем зимой, насколько много снега, какая температура. Деревянные дома очень всегда их интересуют. То есть нравится, как мы их сохраняем, как топим, как там жить. После посещения Архангельска туристы отправились в Норвегию. Регион готовится к выборам. 9 сентября в единый день голосования нам предстоит избрать новый состав областного парламента, Архангельскую городскую думу и многие местные советы. Участки для голосования откроются и в Вельском районе. Так как муниципалитет готовится к выборам, расскажет Лада Романова. Сегодня Вельский район является одним из самых активных в Поморье. Здесь развивается предпринимательская и общественная деятельность. Территория серьезно продвигается, как площадка культурных событий. Двигателем такого движения во многом выступает молодежь. Мы живем в одном из лучших районов Архангельской области. То я думаю, что сегодня власть и депутатский корпус должен быть заинтересован, чтобы Вельский район развивался, чтобы у нас работали предприятия, чтобы у нас люди получали хорошую зарплату. И чтобы сегодня о депутатский корпус подумал, молодежь в Архангельской области должна жить на своей малой родине, а остаться в своем регионе. По мнению Нелли Тороповой, у Вельска есть масса преимуществ для дальнейшего развития. Вельск, его нельзя ни с одним краем сравнить, ни с одной нашей деревней, потому что мы находимся в хороших условиях. У нас есть железная дорога, у нас есть автодорога, у нас сегодня прекрасные люди, которые живут и представляют Вельский район, которые бы хотели, чтобы мы развивались. Активная молодежь района постоянно устраивает различные мероприятия, организует фестивали даже всероссийского уровня, справляются в основном собственными силами. Но, к сожалению, не все можно сделать на голом энтузиазме. Очень хотелось бы, чтобы построили, наконец-то, новый районный культурный центр, чтобы детям было где заниматься, чтобы было комфортно заниматься, чтобы были хорошие условия для занятий, для работы педагогов. Будут ли услышаны пожелания местных жителей, во многом зависит от них самих. Что решают или голоса? Естественно, решают. Если действительно там толпа, как говорится, избиратели, или да, или нет, куда деваться-то, никакой, не ресурсы дополнительные, ничего не помогут. Это решили избиратели. А если, извини, пришли бабули, 3-4 человека, остальные сидят, а потом начинают на кухнях, ой, да что, да как, но вы же избирали. В день выборов на территории района будет работать 60 участковых комиссий, где свои голоса смогут отдать 43 тысячи местных избирателей. Избирательные участки мы начали готовить уже сейчас. Плотно работаем с главами муниципальных образований, проверяем, есть ли технологическое оборудование на избирательных участках, в каком оно состоянии, ну и вместе с областной избирательной комиссией слетим за тем, чтобы оно было в исправном состоянии. Большое внимание будет уделено работе с маломобильными гражданами. Проголосовать здесь смогут избиратели с различными нарушениями. Уже совсем скоро участковые комиссии начнут проводить поквартирный обход и разъяснять вельчанам детали выборной процедуры. В этом году я буду впервые принимать участие в голосовании. Я знаю, что чтобы проголосовать по месту моего пребывания, предварительно нужно подать заявление, тогда я точно смогу проголосовать на месте, где буду. Владлена Романова, Анатолий Квасков, Регион 29. Уже сейчас можно начинать готовиться к фотобитве. В регионе стартовал масштабный конкурс выборного селфи за Регион 29. Главное условие – прийти на избирательный участок 9 сентября и, конечно, проголосовать. Ну а что делать дальше, расскажет Наталья Пулина. Организаторы масштабного фотоконкурса в регионе запустили группу ВКонтакте за Регион 29. Там вся информация о том, как завладеть ценными призами, а также все самые свежие новости конкурса. Чтобы вступить в борьбу за современный гаджет или путешествие своей мечты, нужно лишь прийти 9 сентября на избирательный участок, проголосовать, сделать фото и выложить его в социальной сети с хэштегом за Регион 29, а также хэштегом своего города или района. Сделать снимок еще круче помогут волонтеры, которые будут работать до позднего вечера на трехсотнях избирательных участках. С учетом того, что это начало сентября, и часть избирателей находится вне места своего жительства, где-то на дачных участках, может быть, за пределами города, может быть, будет хорошая погода, будут отдыхать. Поэтому было принято решение продлить время голосования до 22 часов. Конкурсное фото можно смело ретушировать, накладывать фильтры, добавлять стикеры. В общем, ни в чем себя не ограничивать. У фотобитвы есть еще одно обязательное правило. Сделать репост новостей о конкурсе из группы нашего канала, информационного агентства Регион 29 или группы конкурса, и не удалять вплоть до 9 сентября. Если все условия соблюдены, то ваше фото станет доступным для голосования. Вся суть конкурса в том, чтобы ваши друзья, знакомые, все остальные, кому понравится ваше фото, поставили лайк вашему снимку на сайте за.регион29.ру. Можете приглашать друзей, знакомых, чтобы они голосовали за вас и за вашу фотографию. Все это продлится до 17 сентября. А итоги мы уже подведем еще через неделю. На кону 309 призов, среди которых айфоны, фитнес-браслеты, беспроводные наушники, сертификаты на путешествия и многое другое. И не забудьте подписаться на группу конкурса ВКонтакте за Регион 29. Совсем скоро там появятся советы от известных архангельских фотографов, которые уже готовы раскрыть тайны идеального снимка. Наталья Пулина, Светлана Михеевская, Денис Линчевский, Евгений Зыков. Регион 29. Хорошая новость пришла сегодня из Южно-Сахалинска, где завершился шестой национальный чемпионат молодые профессионалы WorldSkills Russia. В компетенции сантехника и отопления студент архангельского техникума строительства и экономики Сергей Усипов занял второе место. В финале он обошел восемь соперников и завоевал серебряную медаль. Всего соревнования прошли по 62 компетенциям. В них приняли участие более 800 консультантов. Напомним, что наш регион представляли два студента – Сергей Усипов и Юрий Попов, который в своей компетенции сухое строительство и штукатурные работы занял восьмое место. Работа для этих парней в регионе точно будет. Строительная сфера сейчас на подъеме. В ней трудится более 27 тысяч человек. За минувший год построено 395 тысяч квадратных метров жилья. Но на пятки им наступает поколение юных строителей. В городе профессии Нордвилле они построили дома своей мечты. На главной площади детского города развернулись масштабные строительные работы. Здесь почти все, как у взрослых. Прежде чем выйти на стройплощадку, обязательно нужно облачиться в спецодежду и надеть каску. Среди плотников и маляров и семейства Косинковых – папа Саша и пятилетняя Яна. Они в буквальном смысле оставили свой след в постройке дома. Новостройку они украсили любимым розовым цветом девочки. Это нужно, это очень даже интересно. Мы сами с Сердвинской. Жалко, что у нас в городе нет такого. Я советую здесь всем побывать. Стоит побывать еще и потому, что детей здесь научат не просто построить дом, но и грамотно вести свои финансы, чтобы этот дом потом купить. Новостройка ушла с молотка импровизированного аукциона буквально за пару минут. 165-2, 1665-3. Продано! Счастливым обладателем стильного коттеджа стал Никита Воробьев, один из самых богатых жителей Нордвилля. Своё несметное состояние он потратил во имя дружбы. У меня есть куча лего. Я не знаю, куда его девать. Из-за этого я буду его принести все в дом и его еще капельку перекрасить в любимые цвета моих друзей. Чтобы они приходили ко мне в гости, увидели свой цвет и сразу же туда зашли. Такие мероприятия – добрые традиции в детском городе профессии. Совсем недавно здесь праздновали День офтальмолога и физкультурника, а в конце месяца маленькие нордвильцы соберутся на пижамную вечеринку в честь Дня российского кино. Наталья Пулина, Евгений Зыков, Регион 29. Чемпионские зарядки, эстафеты и команды состязания. Архангельская область отметила День физкультурника. Для участия в спортивном празднике на улице вышли сотни северян и даже препятствия в виде пасмурной погоды и дождя фанаты здорового образа жизни с лихвой преодолели. Михаил Меньшинин продолжит. Вот так традиционным шествием начинался День физкультурника в Архангельске. В одной колонне ветераны спорта, профессионалы, любители и маленькие дети. Всем, кто пришел на праздник, представили новичков хоккейного клуба «Водник», а вернувшийся в родную команду Максим Анциферов поделился настроем на сезон. Место в составе до чемпионата никому не уготовлено, поэтому сильнейший, кто будет в команде, тот и будет играть. Я буду пахать и доказывать, что я достоин места в составе. Пахать и доказывать на спортивном празднике были настроены все. Кто-то жал штангу, кто-то возился с мячом, выполнял трюки на самокате или даже пробовал силы в киберспорте. А любители регби и вовсе устроили полноценную тренировку. Решили развивать этот вид спорта, олимпийский вид спорта, между прочим, регби. В нашем регионе, в Архангельске, сколотили команду небольшую и потихоньку набираем-набираем людей. Регби очень заражает, то есть тот человек, который к нам приходит, играет, он все, от нас уже не уходит. Быть спортивным, быть физкультурным очень модно, тем более по всей стране пошел бум именно спортивных состязаний, такого, знаете, хорошего отношения к своей родине, к достижениям своих спортсменов. Половина стадиона труд была отдана под мини-футбольные площадки. После прошедшего в России чемпионата мира, футбол бьет все рекорды популярности. Для участия в соревнованиях в этом виде спорта на дне физкультурника заявились 39 команд. И чтобы все успели сыграть между собой, соревнования пришлось начинать за три часа до открытия праздника. Только за прошлый год из областного и городского бюджета на спортивные нужды региона было выделено свыше 400 миллионов рублей. В городе я вижу, что появляются новые площадки. Хотело бы, конечно, больше, но все это потихоньку, постепенно, постепенно. Но я думаю, что появится еще много спортивных объектов. У нас сейчас все больше и больше людей выходят на стадионы, выходят на набережную, на велосипедах, ходят уже с скандинавской ходьбой. Конечно, мы спортивные, а как по-другому? В день физкультурника на стадионе труд собралось несколько сотен архангелогородцев. Не отставали от центра и в районах. В селе Ломоносово с местными жителями провел зарядку олимпийский призер Глеб Писаревский. Зарядка показала, что жителям района безразличный спорт. Они занимаются активно, участвуют и в беломорских играх, и в летних спортивных играх. Ну и хотел бы, конечно, пожелать, чтобы всегда дружили со спортом, занимались физкультурой и держали себя в полной себе. Хорошее настроение и любовь к спорту не отпускали участников праздника до позднего вечера. Михаил Меньшенин, Сергей Зелинский, Регион 29. Ну что ж, таки мы увидели этот день. Спасибо всем, кто нас смотрит. Спасибо коллегам с пожеланиями добра, удачи и хорошего настроения. Прощаюсь с вами. Всего доброго и будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин